Привет, меня зовут Марина Ингрид и мы вышли на прогулку в Сочельник. Погода в Англии хорошая, легкий морозит, светит солнце. Я хотела бы вам показать, что происходит на улице нашего маленького городка Винчестер. Когда 24 декабря в Европе отмечают Рождество, англичане еще работают. Рождество в Англии отмечают 25 декабря. Вообще точно неизвестный день рождения Христа. Церковь Авремия изначально стала праздновать Рождество именно 25 декабря 336 года. Когда произошло такое разделение в днях празднования Рождества, мне сказать сложно. Надо спросить у историков. Знакомые объясняют, что материк начинает праздновать Рождество вечером 24 декабря, когда на небе зажигается первая звезда. А в Великобритании отмечают Рождество уже по факту рождения Иисуса Христа. Это была небольшая предыстория про английское Рождество. А сейчас я предлагаю послушать уличных артистов. Выступать может любой, кто хочет. Так что не судите, пожалуйста, строго. А вот еще одна певица. Моя знакомая француженка Мьюрия вышла на улицу. Уличная сцена. Обычно уличные музыканты выступают для своего удовольствия, а также рекламируют свои услуги. Может быть, кто-то захочет их пригласить на день рождения или на свадьбу. И, конечно, они создают прекрасное настроение на улице. Между прочим, рождественские песни Christmas Carols пошли из церковных гимнов, песнопений. Многие известные хиты были написаны именно для исполнения в церквях, например, Silent Night. Вот и на рождественской службе было исполнено несколько песен. Конечно, рождественские песни поют не только в церквях. Их поют и поп-музыканты, и рок-музыканты. Помните фильм «Реальная любовь», где скептически настроенный рок-музыкант Билл поет свою одну и ту же песню? Люди обычно делятся на тех, кто любит рождественские песни, и кто их терпеть не может. Вы могли уже догадаться, что я отношусь к тем, кто любит рождественские песни. А это мы пришли на рождественскую службу вечером в Англиканскую церковь. Как всегда, опоздали. Как вы видите, людей не так уж и много на рождественской службе. Все сидят дома перед телевизорами, запаковывают подарки или навещают друзей и знакомых. А это три волхва. Они направляются к Иисусу. Сценка с малышом Иисусом находится в другом углу церкви. Каждый день статуи волхвов передвигают все ближе и ближе к Иисусу. И 6 января они должны уже прийти к колыбельке маленького Иисуса. А вот и малыш Иисус. Такая сценка называется «Рождественский набор с колыбелькой». А вон, видите, четыре свечи горит. Это символизирует четыре недели Адвента. Адвент на латыни означает «прибытие», то есть ожидание рождения Христа. Каждую неделю зажигается по одной свече. И так к Рождеству зажигаются сразу четыре свечи. В начале службы выдается текст рождественских песен «Christmas carols», о которых я говорила в начале этого видео. Это для того, чтобы всем прихожанам было легко петь. Я надеюсь, что я создала вам рождественское настроение. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всех поздравляю с Рождеством. Пока-пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok